Энергия или внутренняя игра. Что это такое? И чем она может быть полезна? Вот сегодня мы об этом поговорим. И у нас в гостях замечательный гость, я хочу представить, Филипп Гузюк. Филипп является экспертом в области лидерства. Он является партнером Института Коучинга в Санкт-Петербурге. Это коуч, тренер и консультант в Мента Интеграл Ассоциейс США. И Филипп автор счастья деятельности. Хочу еще добавить, что потрясающий десятилетний опыт Филиппа в работе с лидерами компаний по всему миру. Рада вам, друзья. Меня зовут Светлана Саненкова, я коуч и член оргкомитета визита Тимоти Голви в Москву. Филипп, у меня к вам вопрос. Понятие внутренняя игра в вашей деятельности является одним из таких ключевых понятий. Какие смыслы вы вкладываете в это словосочетание внутренняя игра? Спасибо за такое представление. Прямо длинный список. Там не все корректно. Я сейчас не участвую в Мета Интеграл США. Основная роль — это партнер Института Коучинга и основатель проекта счастья деятельности. Я действительно очень много работаю с первыми лицами компаний в сложных ситуациях. Кейс, когда хорошему человеку плохо, когда задача больше, чем личность, не помещается в человека она, когда слияние поглощения, когда человек проходит пробу своих возможностей и способностей на максимальных вызовах. И это моменты, в которые внутренняя игра особенно очевидно влияет. Для меня внутренняя игра — это внутренняя модель деятельности человека. внутренняя мастерская художника, внутренняя мастерская предпринимателя. Как названо, как оконтурено это поле. Как бы, что я делаю, делая свою работу. Как я описываю свой мир. Какие у меня внутри этого мира цели. Какие стратегии действия. Как все это работает. И, по сути, то, что я вижу, что... Ну, в чем, мне кажется, гений, там, Тимоти Голови. Я его очень люблю. Это настольная любимая книга. Это настольная работа, как внутренняя игра. Прямо на ней вот вырос. И она во многом в коучинг и позвала в том, что можно к этому внутреннему миру человека в сложных условиях подходить как бы так через голову и механистически пытаясь настроить стратегии, как-то выстроить все, да? А есть очень красивый, легкий вход в это, когда ты доверяешь тому, что внутри есть что-то, там, бодимайн, да? Что знает как, что само способно оптимизировать эти стратегии, если ты дашь этому возможность проявиться. Поэтому, по сути, для меня внутренняя игра — это довольно тонкая методика, которая позволяет дать возможность истинному потенциалу человека проявиться именно в те моменты, когда интервенции, да, напряжение, сложности больше всего этому мешают. Когда, знаете, на тренировках все играют в баскетбол, да? И все сбивают спиной, там, да, сверху закладывают в кольцо, легко отдают пасы, все теплые, разогреты, и все получается. Люди выходят на площадку, на игру ключевую, да, там, сезона. И все, как бы, такие закаменевшие, да, они делают половину того, что могут сделать, в расслабленном состоянии. Вот внутренняя игра для меня это про то, как в самых сложных и больших вызовах, которые в опыте есть, включить естественного, спокойного, теплого, полноводного себя. Вот об этом для меня история. Филипп, столько метафора я сегодня, сейчас услышала. И ключевое слышу — моменты максимального напряжения, да, моменты максимального вызова. И вот эта внутренняя игра, которая позволяет включить... Такая интересная у вас там метафора была, связанная с боди, вот это слово мне зацепило. Если поподробнее, что это такое? Об этом говорит Тимоти Голови тоже, ну, в том числе, что, как бы, у каждого из нас есть такой small self, маленькое я, да, и big self, большее я. И вот это маленькое я, да, это я, которое, вот, ну, как такой калькулятор, может элементарные вычисления производить. А большое я — это такой суперкомпьютер. И большое я включает телесный интеллект, эмоциональный интеллект, весь доступный тебе опыт, да, там кто-то говорит про ноосферу, кто-то не говорит про полевые истории, да, ты считываешь сигналы какие-то. Ну, вот, как это почувствовать? Вот бывает такое, что ты в состоянии какого-то стресса, страха, скованности настолько, что ты, как бы, не можешь два слова связать, да? Ты даже свой номер телефона не можешь вспомнить. Часто бывает, когда, там, робкий какой-нибудь мужчина или девушка на первом свидании, вот такое состояние, когда ты, как бы, такой весь, вот, какой-то потерянный, неловкий и неуклюжий, да? Вот. И то же самое в деятельности. В какие-то моменты, вот, ну, перформанса своего, будь ты спортсмен или бизнесмен, у тебя есть такие моменты скованности. И это эти моменты, в которые выигрывается или проигрывается игра. Ну, классический пример, когда у спортсмена Агаси, да, у него прекрасный, там, смеш, у него прекрасная подача, там, эйсы он просто пробивает. Но вот бэкхенд у него хромает. И в той игре, в которой он справился с собой, настроился на большее «я» в элементе бэкхенд. Он гарантированно человека разносит в клочья просто противника, да? Если он в этой ситуации свой бэкхенд не, вот, не смог в нем расслабиться, да, то он проиграл игру. И классный профессионал — это тот человек, который знает, где у него области, вот эти вот критические области его игры, и умеет в них привносить этот вот, ну, вот big self, большое «я». То есть вот быть в них легким, тягучим, пластичным, подвижным, энергичным, да, вот когда ты вот, ты в ударе, ты на волне, ты в потоке. И красота методики, которую вот Тимати Голубе предлагает, она очень непростая на самом деле. Она описывается просто в книжке, но ее сделать, это как бы, ну, даже как коуч, ее применить реально, это очень непросто. Это высокий уровень профессионально нужен для этого. Вот. Но красота в чем? Потому что ты используешь само напряжение, вот те самые моменты, которые сложные, для того, чтобы превратить их в, как бы, в дверь, в расслабление через наблюдение. То есть ты вычленяешь моменты, где ты напрягаешься, сковываешься и проигрываешь игру, и делаешь их моментами максимальной легкости, расслабленности и вот потоковости. И это, конечно, как чудо работает. У меня много примеров, когда как бы человек вот берет, и вот там до этого годами вообще никак, и все тяжело. И вот капелька внимания попадает в эти моменты, и трансформация там на уровне, ну, на уровне чудо-реста. Филипп, очень хочется спросить вот про ваш опыт и конкретно про бизнес. Для лидеров какие-то, может быть, примеры. Чем это полезно для лидеров? Для руководителей, для предпринимателей? Давайте историю расскажу. Как бы тут ничего нового по структуре. У каждого руководителя, предпринимателя есть моменты, в которых он все сливает. Любимые детские грабли, на которые ты наступаешь. И, ну, прежде всего, любая победа – это победа над собой. То есть ты преодолеваешь себя в каком-то из значимых моментов, где ты обычно все сливаешь. Вот. И, ну, как пример, допустим, да, вот просто такое, я часто про него говорю, потому что он очень такой яркий. Когда работаю с человеком, у него, значит, ну, крупный банк, да, и мы с ним работаем в коучинге, он переходит из одного филиала банка в больший филиал, выигрывает конкурс. Там в три раза больше людей, в три раза больше, как бы, ну, объем бизнеса и вот эти вещи. Вот. Он туда переезжает и выясняет, что там его не ждут. Как бы там команда хотела другого человека, его начинают сливать. И сливают как? Просто информацию не дают, да? Наверх рапорты какие-то идут, которые он, как бы, не может контролировать. Вроде бы договариваются что-то сделать, не делают. Стрелки перевозят на друга люди. То есть команда явно его сливает. Мы с ним работаем, так по скайпу, да, он спрашивает у него, как это происходит, что ты делаешь? Говорит, ну как что, на совещании сидим, чувствуешь, что вот это вот в воздухе все происходит. Я, говорит, напрягаюсь, начинаю на них давить. Я говорю, ты напрягаешься, начинаешь давить? Он говорит, ну, в общем, да. Я говорю, ты с ним прям вот такой? Он говорит, ну, прям вот такой. Да? Вот мы поймали точку напряжения, да? Напряжение поймано. Вот. Я говорю, слушай, я про него знаю, что он очень хороший B2B-переговорщик. Ну, мы просто работали с немецкой, кстати, до этого. Вот. И я знаю, что в переговорах B2B он явно не вот такой. Я говорю, слушай, какой ты, когда ты вот, когда ты заходишь на лизинговый комитет, там сидит 15 человек и разные компании, конкуренты, как ты там себя проявляешь? Он говорит, слушай, он прям меняется в лице, говорит, Филипп, ну там я вот такой. Да? Вот я откидываюсь на стуле, сейчас не видно мне, да? Вот так вот, да? Он говорит, там я вот такой. Ой, я захожу, и у меня внутри единственная фраза, внутри которая звучит. Мы с вами точно договоримся. Да? То есть я заполняю с собой комнату, говорит он, и, ну вот, все это внутреннее. То есть я очень теплый, широкий, радушный, я хозяин этой ситуации. С чем мужик работает следующие полтора месяца? Он работает с положением попы на стуле. То есть я уже вот такой с ними, да? Или я вот такой, да? И вот на этом фокусе внимания, на этой переменной, вот мы с ним нашли хорошую переменную для внутренней игры. Зачем наблюдать? Да? Вот на этом фокусе внимания он как бы разрулил этот кейс. Потому что когда он вот такой расслабленный, радушный хозяин ситуации, ну невозможно ничего ему противопоставить. Он, конечно, все эти вещи видит, вплетает их на юморе, все это делать. Вот пример того, как проявляется для очень конкретной жесткой ситуации, это тонкая внутренняя настройка. Филипс, спасибо за потрясающие примеры, такой красивый стори-теллинг. Примеры, как именно в бизнесе конкретной ситуации внутренняя игра для меня, я прямо ощутила, как она работает по отношению такое внимание к телу, да? Как я сижу, какая поза. Удивительно. Спасибо большое. И в завершение я бы задала еще вопрос Тимоти Голви, легенда Соединенные Штаты Америки в 70-х годах. Он придумал и популяризировал эту теорию. И вот он приезжает к нам. Как видите, кому полезен этот семинар Тимоти Голви? Смотрите, такой стандартный вопрос. Я думаю, что у вас на сайте написано, кому он полезен. Да, я могу это повторить еще раз, что это руководители, чар-специалисты, коучи, тренеры. Мне кажется, вот то прямо, почему я бы рекомендовал пойти на это событие, я следующее скажу, что все-таки очень важно для того, чтобы что-то взять в инструмент. Не просто логику этого понимать. Ну, можно книжку получать, он там написал все подробно, вот все это и есть. Очень важно, чтобы ты увидел, как маэстро вот кладет руки на рояль. Да? Вот чем от него пахнет, какое там состояние. Вот это внутреннее содержание, это тесит ноличь, скрытое знание. Когда ты присутствуешь при том, как вот автор концепции говорит о вот своем детище, то происходит прямая передача. Ты как бы заражаешься, у тебя как будто уже в теле возникает мышечная память, как это делается. Я думаю, что инструмент внутренней игры реально глубоко использовать в работе умеют единицы. Это очень непростой, на самом деле. инструмент, прикажешься про статье, вот все написано, все понятно. Но его применить, это тонкая штука. И мне кажется, что вот визит голую Россию, это шанс вот к этому прикоснуться. Я не знаю, какой он, я не знаком лично, как бы, да, что это будет. Не могу судить здесь, да, но я бы пошел вот за этим. Спасибо, спасибо, Филипп, спасибо за этот термин. Маэстро будет в Москве 24-25 ноября. Всех ждем, коллеги, это уникальный шанс прикоснуться, вы правы, прикоснуться, впитать в себя. Спасибо еще раз, очень рада была с вами лично познакомиться. И завершаем. Спасибо, Светлана. Спасибо.